В сегодняшнем ролике я отвечу на ваш вопрос, можно ли и нужно ли оставлять на винограде неплодоносные опобеги. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Чтобы найти ответ на вопрос, оставлять нам бесплодные опобеги, либо не оставлять, мы с вами рассмотрим несколько ситуаций. Смотрите, вот это ситуация первая, самая стандартная и, скажем так, нормальная. У нас множество побегов, плоскость шпалеры полностью занята. Напоминаю, у нас две плоскости. Здесь все побеги плодоносные. Соответственно, для бесплодных побегов даже нет места. И оставлять их здесь не имеет никакого смысла, потому что места нет. И, в принципе, зачем нам холостой побег, если мы на это же место можем поместить плодоносящий. Ну, вот ситуация другая. Смотрите, куст хорошо растет, практически дорос до верхней проволоки. Мы видим хорошие мощные побеги, но с пасынками. И у нас вот здесь вначале есть побеги бесплодные. Смотрите, от чего отталкиваемся. Место на шпалере есть, формировки куста нам не мешают. Не мешают эти побеги? Не мешают. Значит, мы их оставляем. Тем более, что мы видим очень хороший рост. Нам куст надо нагрузить. Опять же, когда мы можем столкнуться, например, с бесплодными побегами, когда у нас по весне основные почки вымерзли, пошли запасные. Конечно, мы их оставляем. Мы их не просто оставляем, мы их обязательно оставляем, потому что куст надо нагрузить. Вот мы видим хороший рост, бурный. При этом урожаем куст не сильно нагружен. Видим, тут вообще одна грозочка. Конечно, обязательно оставляем бесплодные побеги. Мы рассмотрим другую ситуацию. Специально оставила для вас пример. Смотрите, что мы имеем. Красивые, хорошие, плодоносящие побеги. И вот это непонятно что. Не плодоносящие. То есть, с одной стороны, неплодоносящий побег, да, если у нас есть место, если он хорошо растет, он работает на куст. Но вот эта вот малышня, она на куст не работает. Да, видно, что она тут вообще лишняя. Он маленький, толку от него нет. Он будет больше потреблять. Вот, пожалуйста, еще раз услышьте, я все время это проговариваю, что если побег маленький, он куст не кормит, он только потребляет на себя. Потому что все вот эти листики надо строить, да, и их поддерживать. Кормит вот большой. Вот если бы он был большой, конечно, мы бы его оставим. Мы бы говорили, какой ты молодец, ты кормишь. Да, вот этот не кормит. Он только потребляет. Поэтому мы его убираем. И вот опять же у этого куста тоже вот идет у нас побег неплодоносный. Но, во-первых, он хорошо растет, и нам надо здесь сделать дополнительный рукав. Конечно, мы оставляем. И вот тут еще такой вопрос. Существует мнение, что на плодоношение на следующий год надо оставлять побеги бесплодные. Да, или убирать с них урожай. Это мнение, ну, когда-то, да, это было даже в учебниках прописано, по-моему, даже у Мозера Ленца. Но в дальнейшем как бы не нашлось никакого подтверждения, что это на что-то влияет. Поэтому, опять же, в норме мы на плодовой стрелке оставляем те побеги, которые у нас плодоносили. В этом году. Потому что место надо занимать тому, кто работает. Ну, а если вот нам надо что-то сделать дополнительное, либо побег у нас бесплодный, да, но в том месте, где нам удобно, и мы понимаем, что вот нам хорошо было бы его пустить на плодоношение. На следующий год, конечно же, мы его оставляем, потому что он нам нужен, и вот нужен с конкретной целью. Еще одну ситуацию расскажу. Ну, конечно, примеров, к сожалению, у меня нет, но может быть здесь будет чуть понятнее. Смотрите, у нас сорт крупноплодный, да, который там может 2 килограмма давать, гроздить 3. Мы видим, что он уже классно, хорошо опылился, да, там классно все завязалось, мы его будем нормировать. И мы понимаем, что для того, чтобы нам оставить в росте килограмма 2 в наших условиях, мы, скорее всего, даже урожай будем оставлять через побег. И вот представьте, вот даже здесь видно, у нас побег, да, вот он с урожаем, да, но он сильно отличается от роста других побегов. Теперь представьте, что вот этот соседний, соседний, да, был бы без урожая. Ну, он-то у нас урожай, но мы представляем, да, что он у нас без урожая. Соответственно, он нам гораздо нужнее. Мы с этого урожая, в принципе, да, нормируем там через один, убираем, но нам даже такой побег, ну, такой ладно, можно оставить расти. Но вот этот, да, он будет гораздо эффективнее, потому что он большой, там много листвы, соответственно, он будет кормить соседние побеги. Так что мы его обязательно оставляем. Ну, либо даже ситуация бывает иногда так у молодых кустов, например, что вот на маленьком есть урожай, на большом рядом нету. Но он большой, да, пусть он кормит соседние, то есть тоже мы его оставляем. Поэтому, как всегда, все зависит от ситуации. Вы подходите к вашему кусту и анализируйте, да, что происходит, нужны вам эти побеги, либо не нужны. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав на кнопку, еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!